приветствую всех сегодня хотел сказать пару слов вот такой новиночки не помню как фирм называется хитрое название короче x-drone это у нас конкурент 222 audi 818 и сейчас скажу о его плюсах минусах и примерно какой на самом деле из них лучше комплектуется вот такой защитой для полетов помещений подсветка у него только спереди поэтому летаем только днем вот но в защите мы не летаем на улице поэтому выкидываем ее в сторону что она не мешалась сразу видим плюс снимая защиту у нас вот такая вот конопушка и сверху закрывашка то есть не надо ничего колхозить наша плата уже будет полностью закрыта да это плюс давайте сразу до плюсы минусы какие у него есть значит плюсы комплектуется вот такой аппаратурой все ясно все понятно speed это меняем наши расходики мод изменяем наш мод здесь есть второй и четвертый лет это выключение нашей подсветки на нашей защите собственно нам это не нужно до кнопка и функция автотрим все же знают чтобы функция автотрим чует мне объяснять что это такое вот собственно все по аппаратуре ну как и ууди точно такая же аппаратура прям очень похоже очень вот на самом деле автотрим многие не знают что такое я сам не знал пока не залез в инструкцию и не затестил сейчас в конце увидите видео это в этом видео я только начал понимать что это за функция и потом полез в инструкцию да значит какие плюсы еще есть летает без всяких косяков реально никаких косяков связь не пропадает четко управляется на 60 расходах можно летать в ветер сотые расходы ставим делает наши флипы да там справа влево но на этих расходах мы не полетаем потому что он будет постоянно делать флип хотеть вот и 60 расходы в принципе вполне достаточно на самом деле я бы еще в 80 бы ввел на нем было бы вообще идеально ну и этого достаточно для рядового пользователя комплектуется камерой можно расположить ее как горизонтально так и наклонить ее вертикально вниз на самом деле вертикальные съемки не очень на нем интересные были я чуть поснимал но так побаловаться можно разрешение самые низшие там 640 на 480 ради поэтому ожидать чего-то здесь такого большего не стоит вот и комплектуется тут тут у двух гигабайтной карточкой так все в комплекте полетели уже и начали снимать данную аппарату и можно включить как видеозапись так и фотки щелкнуть без проблем вот поэтому реально к себе косяков таких нету значит какие минусы у него есть это ну камера да она у нас очень слабенькая то есть сюда подвесить gopro не получится он это не потянет только какой-нибудь вот ну реально если поискать маленькие камеры которые hd есть то еще есть шанс но тоже это не 262 который может утащить много много веса привод через шестеренки идет но пока ничего не ломалось вот сколько пока на нем летал то есть все четко если в песок приземляется то есть здесь у него ноги так что но все равно с песком лучше дела не иметь потому что замучаетесь чистить потом вот помните у меня нога оторвалась до когда его хотел бы так подкинуть и все спаял обратно да две ноги здесь абсолютно не не держались то есть их можно было вот сейчас даже ну вот вытаскивается она вот но можно нам где-то приклеить не на термопистолетом можно их там приделать я не стал делать потому что на обычные полеты это совершенно не влияет они довольно таки хорошо держится просто если вы делаете быстрый взмах вот такой вот тогда тогда уже будет проблемно так ну собственно не знаю все наверно рассказал минусы у него нет минусов ну реально у него нет косяков как у 222 которого я их вывел побольше хотя 222 имеет подсветку да то есть у него есть спереди сзади подсветка можно ночью полетать на этом ночью мы не полетаем ууди тоже какие-то косяки поэтому вот такая малоизвестная фирма мне который я узнал вот только недавно летает лучше чем вот эти вот всякие уди и вел тойсы на самом деле порадовал квадрик поэтому ну снять камеру и наслаждаться полетами еще лучше да он не быстрый как всякие мелочь типа хабсана и 252 но вот в таком размере как его конкуренты он очень очень достойный конкурент так значит перейдем к самой интересной функции автотрим до который я сказал что все ее знают значит функция включается так если вы хотите включить эту функцию зажимаете кнопочку и включаете аппаратуру все эта функция допустим включена если она была выключена ну и соответственно обратно нажимаем включаем и она у нас выключается функция автоматически балансирует наши движки ну единственный плюс который я у нее увидел что наш квадрик не сможет рухнуть если батарейка у него заряжена то есть если мы летаем у него да кстати отсечка не очень то есть буквально не знаю там 34 секунды я чувствую что уже очень плохо реагирует на газ и он рухнул вот при условии что наша батарейка заряжена и мы взлетаем сейчас видео вы увидите вырубаем наши движки стандартный коптер либо он без функции автотрим вот так вот вниз начнет падать и собственно прямо рухнет полностью вот допустим это поможет при пропадании связи где-то если мы далеко да вот функция автотрим он начнет вот грубо говоря там чуть-чуть так падать и потом выравнивается и движки начинают у него вращаться и он ну не прямо плавно конечно но начинает очень ровно снижаться и сядет грубо говоря на все четыре ноги очень очень мне понравилась функция если пропадет связь если мы там засмотрелись не знаю не знаем где коптер вырубили до движки прикольно то есть жесткого падения при заряженной батареи у него не будет по идее никогда поэтому прикольно функцию сделали они да мне она очень понравилась ну собственно все смотрим как он летает как он снимает снимать конечно не ахти камеру я вообще все заснял бы не знаю побаловался бы один раз и все и подписываемся всем спасибо за внимание так мы сегодня ветрено вот собственно мы идем против ветра теперь но вполне идет уверенно ветер скажу довольно таки неплохой это по ветру ветер конечно переменчивают то идет то стихает опять ну и собственно как я и говорил по квадрику в принципе никаких проблем нету все четко летает никаких косяков не замечено флипы делает хоть назад вот и вперед назад делает лучше чем в бока хотя не намного хуже единственно нельзя сделать кучу прям подряд все равно какая-то пауза есть у него не дает вот поэтому неплохой квадрик за такие деньги но камеры естественно ни о чем летные характеристики вполне вполне хорошие поэтому тут уже кто что хочет выбирает либо 222 либо audi 818 либо данный x-дрон но как по мне так у него косяков меньше чем у уди и у ул тойса это полный газ что интересно падать с большой высоты полностью вырубая движки если он падает ровно то движки сами потом начинают вращаться вот я выключен газ сейчас в конце я только врубаю его интересно происходит такое падение то есть шмякнуться сильно он не может если он будет падать ровно сами раскручиваются моторы то есть вот и в конце даем газа и останавливаемся прикольно прикольно вот опять полностью вырублены движки но как мы видим он падает еле-еле даем газку и останавливаемся класс класс прикольно все пропадает тяга и аккумулятор вырубился и он падает не дал мне аккумулятор есть тяга пропала сам последний момент и он у нас решил упасть камеру естественно выключаем так что все думайте выбирайте